мяу-мяу пацаны и девчата на свете dragon soul play и у нас продолжение замечательной игры под названием black book прошлой серии прошка нас оказывается не просто суседку а самый настоящий войпель чудской божок как тебе моя новая шерстка как светится 2 вообще красавчик ты мой я даже не знаю как тебя теперь называть прошка или войпель да прошка прошка я же говорил что с тобой останусь пока ты печати открываешь ты мне помогла и я тебе помогу я чертей не боюсь разве не могут мне навредить что ты за дух такой чудской еще пермики в меня вели только угасли мои силы теперь зато мышей могу ловить это еще такой красивый не помогаешь до этого сила моя растет так что я тебя не брал у красавчик ты мой ты вспомнил кем был но скоро можешь снова все позабыть до чем занимаешься тем и становишься будешь суседить сотни лет так суседку и превратишься если бы ты мне не напомнила о прошлом кто знает может я б лет через сто вообще в косматого старика превратился все хватит суседство освободишь парня своего отправлюсь в горы буду там летать свободным северным вот и молодец так я ничего не забуду ну а то красава о николай пришел они самые значит держишь слово то николай ну говорил же что невеста то мне нужна а тут видишь с божией до вашей помощью сложилось так уж скоро свадьба гляжу занавесили тебя во старой традиции плачет сказываете да нужно свадьбу сыграть чтобы байники обратно не утянули понимаю у тебя дел много вася не до венчаний но кто кроме тебя ты ж меня у обдирихи просватывала тебе и свах и будет моей стороны на свадьбе сотовство обряд сговора в свадьбе между же семьями жениха и невесты сватья свах и сваха те кто участвует сватовстве во время обряда сваха могла упомянуть отдельные магические функции если замуж если же не собираетесь то вот принципе неделя или больше между сотовством и свадебным днем в это время невеста прочитала готовила приданное и спивала с подругами готовясь к дню свадьбы тысецкий главный распределитель традиционном свадебном обряде да никак дружка представитель жениха в свадебном обряде его обязанность обязанности ходит ограждение свадебжа на порча также веселье влагурство федьку гармониста старый мой товарищ федьку какой уж он порчу отведет как на такую свадьбу дойти дед да ну ты чё вася справиться федька влагур зато вот даст деду то к тому же мы там будем подсовим от нечистой силы и колдунов ладно за федькой надо точно присмотреть как бы сам свадьбу не спортил спасибо василиса я и тебе подарок приготовила думаю по сердцу придется и на пользу пойдет и не только с приглашением помощь нужна знатливых то еще будущее рабочих снарядила пиво делать да только они бросили дело на пол дороги говорят окаянный одолел от страха сами не свои мы без вас к бесам не пошли вдруг там банники помешать пытаются это вы верно решили с невестиной до стороны варите собой сразу решили наварить деревне то недалеко в пакче где матушка живет есть хорошие умельцы и мы заказали батюшки то не стал уже что про бесяков сказывают тени шумят какие-то кадушки переворачивают пиво то у реки варят вот я и подумала что обдериха могла у воды объявиться все послезавтра созваны свадебный день сначала она следующий под венец поедем и все по чину но и обстоятельства то так сама понимаешь ну конечно без пива то обряд не полный а вам еще жить и до встречи помогай господь бог помощь а вот и саня пришел саня ты в порядке помогай господь они с недоумением оглядывается по сторонам дед он не по этому делу и не понимает ничего да и сваты то без жениха приходят здравствуй василиса я тут неподалеку по делу оказался и решил к тебе зайти в смысле я думаю тебе это дело тоже будет интересно права с дедом егором в округе много говорят помнишь беса того огненного что девку в логове мучу случай похожий выселки под чинском северным поселком его называют вот тут то этого беса и выследить удастся северном поселке стало быть ты пока своими средствами лать а там и я может на огонек загляну спасибо тогда до встречи походи чайку может стол никогда к больной пойду александр спешно покидает избу он мне не нравится он прошлой серии пряха именно именно ему говорил но не прямо ему про не показано было но это его голос был я его узнал поэтому ну ладно в путь как говорится движемся возле колвы пыльная дорога педляет доль колвы задача снять пивную порчу кто-то навел поршина свадебное пиво что варили у реки может обдериха замешана детки гор прошка войпель что он дает кстати но это принципе не важно сгласного с дедом так с дедом все же будет починиться мы с ним будем проходить так будет вы держите черную книгу на готове ведь колдуны часто оставляют своих бесов у дороги портить людей как вы уже не раз убедились вскоре вы замечаете чей-то горящий взор под раскидистыми корнями старые чё в картишки сыграем давай картишки перекинемся ты черт аганы поганые так трефы у нас ага давай начнем вот так ну держи так забирай держи раз держи два а я тебя раскрыл попался гаденыш раз два ну держи вот так тогда неплохо неплохо суши меня тут одолел держи ладно миру 1 а а засранец поганый че делать-то не давай еще а ну давай вечереет вы держите черную книгу на но если не получишь их обыграть то ладно типа ничего страшного не будет вот теперь нормально поиграем это на меня до пошел так вот этот надо быть осторожно добыть осторожно так держи семерку надо было боль да мы подкинем так черт ходит но у меня нечего даже подкидывать раз два так семерка ну и давно держи муж короля возьмешь победа слот снимает негативный статус выберите слово и добавьте эффект плюс один не знаю не знаю давай вот это пакчинская дорога дорога возле леса проходит нужно быть на чеку конечно среди верхушек вы замечаете безмолвного гиганта его силуэт возвышается над деревьями и бросает мрачную тень на застывшую в сумраке дорогу вы рисуете колдовскую преграду и готовитесь к сражению когда вы поднимаете взгляд от земли тени уже нигде не видно прошло какое-то время но никто не появился ну теперь начать северный поселок движемся здесь где-то дом куда отправился александр думаю легко его найти будет говорится дом задания лучше выполнять про которую рассказывал александр и расспрашивайте местных оказывается у больную не так давно погиб муж ваш знакомый уже здесь но он уже здесь это морды рыбацкие ловушки видимо ее муж был рыбаком ну да вряд ли она сама рыбалит так не говори в углу избы стоит добротная русская печь на беленом устье черные следы залы но сложно сказать кто виноват без или неаккуратность хозяйки мебель как и вся изба находится в запустении видно что женщина не справляется с хозяйством в одиночку какие-то лавки перевернуты видимо без постарался вы открываете сундук и в нос вам бьет отвратительный смрад внутри лежат повседневные вещи крестьянки и несколько суконных мешков кажется они и источают зловоние вы морщитесь от отвращения в мешках лежит кишащий червями конский навоз это гостиницы нечистого проклятым людям они кажутся золотом да пряниками постельное белье и полотенца ничего интересного глубок какой-то интересно надо будет сохранить на тебя василиса хорошо что ты пришла александр откашливается и бросает взгляд на вашу книгу а ты книгу мою не заберешь я тебе и не отдам да действительно случай похож на тот что был в деревне логово женщина ослабла но случай не такой тяжелый так это пока только видать окаянный то ходить к ней начал чё она сама про бесека рассказывает про черта речи не шло думаешь в нем дело сама она говорит что лихорадка простая но симптомы довольно странные я думал малокровие и нервы она мужа не так давно потерял странно от того что непростая болезнь это опять же если не рассказывает значит власть на дни сатана и мат что думаешь делать сначала это редко змей является нам нужно его заставить если она мне расскажет про него да кто-то он и явится дело к ночи попробует задавить нас хорошо не буду мешать чё тут еще чем есть у нее он тут колядка с ребеночком сохранить будет такой раз скриншотик да не видно что то бывают такие случаи что мужья то с того света возвращаются не слышала не надо со мной полукавливать я без всяких повидала и ходячего мертвяка заверстучую что ты вообще про меня знаешь про васеньку моего ничего ты не знаешь может быть мне удастся убедить ее если я притворюсь их знакомой так кто там был ее мужик по промыслу рыбаком он был рыбачил может да похоже на то морды вон в углу лежат неубранные так чё я давно вас знаю через кума своего он твоим василием часто рыбачил сейчас ты не порыбачит умер говорю иди со своим женихом вон дайте отдохнуть все еще не верит чем бы мне убедить ее в том что не все так просто с ее гостем ну наверное гостиницы которые оставил он думаешь твой василий тебе пряники носит взгляни повнимательнее господи иисусе это чё ты наколдовал это векшится знаю я кто в твоей болезни виноват если живой хочешь остаться рассказывай ладно я скажу только не болтай не умер мой приходит иногда вечерами но велел не сказывать никому заругают мол вы слышите шум рассыпающихся искор из печи появляется ваш знакомый огненный черт и тут же оборачивается человеком о как попался дрянь снова твои козни колдунья не мешай мне заниматься моим делом потрясающая озвучка думаешь задавить меня тот расчет не очень у тебя получилось задавить я живу с другой целью здесь ты мне помешала но я и других существ найду не так скоро в моем уезде от меня не скроешься может и так потому тебя займут мои новые друзья сюда я больше не вернусь рядом с ним появляется пара чертей сам же он обращается в огненное веретено и устремляется в печную трубу надо его догнать и убить можете догнать змея если не тратить время на чертей но что станет с больной женщины вы устремляетесь в погоню за огненным весом давай уж его доконаем вы нагоняете черта в полях возле поселка не давая ему возможности скрыться в ночном небе вы читаете первый заговор к бою вот так вот дед так ну и теперь вот эту траву подавлен следующая атака но есть один урон уменьшает при получении вечной так раз ой 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 двенадцать тогда надо бы надо бы вот этого давай уху уху вот тебе так так подлечиться вообще надо же на нем статус глаз его я про танкую хорошо это его она 4 нанесет вообще не страшно так ой 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 порчу наносит значит надо бы на него на тебя тебя ну и пусть защиту наверно как тогда здоровьица поднять а с глазу получил так что-то урон свой ах ты порчу мне навел ну ладно так дед ну-ка наводи на него порчу так руку руку папу все ничего страшного вообще прокатит атака ну ничего ничего это такому пап мы эту атаку прокатим так так ух да надо бы ему чем-нибудь накинуть оточен у нас скучает стоит ах засранец такой так как так порчу на 5 навел все теперь ты скотина никого не восстановишь удвоить сглаз либо разлом колдунья не дай сгореть возьми меня в услужение буду портить людей по твоим начальством да пошел ты в жопу вот так то лучше о поля бандюгова смысле так так теперь чё у нас тут поля бандюгова зима 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 в поле нужно торопиться мы его выловили и убили так так река кимзелка речка маленькая говорят и здесь нечистый шалит все в акуле промысел ну ничего вы замечаете бледные головы утопленников выглядывающих из воды не иначе поджидают беспечную жертву чтобы утащить водяному поняв что их заметили нежить лениво скрывается под водой вы прячетесь в стороне и вскоре утопни возвращаются на свой пост чё в карты сыграем утопленник и под потопень или потопень так вот это у нас прикольная такая дымка нет я ему не дам козырные обойдется бери подкидывать я тебе не стану так блин горела теперь теперь у меня нет козырей держи так блин зря он засранец поганчик не с картами вообще все не везет так изи ого за каждый спорный предмет 7 здоровья так летучая выберите слов книги добавьте крепкая летучая так усилите берег так теперь у нас ярмарку мы сходим слышала что сегодня торговцы будут деревне этой таки давай сюда зайдем несмотря на поздний час торговля продолжается и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу чего тут только не продают и сахарные пряники и колдовские амулеты товары на любой вкус и кошелек да не говори так что нам надо купить нам надо бы на вот это вот купить корешок эти грибы не надо они у нас собачьими считаются так вот этот пригодится бы вообще во вот этот надо бы все отлично давай сыграем так все теперь от союзника зависит но мы опять проиграем и опять сиденье свои профуку я бы не хотел так давай нормально играть козырями ходить так короля держи давай ему подкидывай козыри пригодится так бита нет у меня ого красава а ты ко мне ходишь ну ты засранец вообще что ли обалдел так нельзя так тузан давай ходи откидывай ему еще все обеда вы победили спасибо так теперь сколько у меня денег что у тебя купить то можно будет богословение на 2 увеличивает допись я счет такой сцента заломил а а а а мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе у нее столетие проявляться символы мне даже купить у него нечего денег нет денег нема заболокинские авины в авинах пока нечего сушите молоти сейчас вы молодежь песни гуляет ну-ка давай сходим пожалуй вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посидинок быть может стоит остановиться и немного послушать вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне ну чё давай какой-то момент мы сходим нужно узнать где именно пивовара поставили котел не сужу ночь дурькова шататься в засыпающем селе жизнь идет своим чередом крестьяне уже вернулись с полевых работ и наполняют пакчу отблесками загорающих лучин в высоких окнах торговая лавка еще не успела закрыться на ночь крестьяне охотно отвечают на ваши вопросы когда узнают что вы та самая знаткая сватье по словам пакчинских крестьян их повседневная жизнь лишена частых встреч с чудесным все только посмеиваются над мужиками что варили пиво мол работники так увлеклись своим делом что и черта увидели может быть а можете нет так вы шепчете молитву и переводите дух вы легко находите дом тех крестьян что варили пиво но изба кажется опустевший вы заглядываете в приоткрытый голбец и замечаете там мужика крестящего склянки и бочки тот вздрагивает от вашего оклика господи правый ты чё стращаешь то чуть дух не спустил так я стучала ты не слышал ли чё ли я от свадебжан за пивом а не доварили мы пиво ясно тебе невеста бесячья все это знают вот и к нам пришли вострахвосты ель ноги унесли господи правый ингредиенты дай бог отмолю мы сусла то сварили потом хмель с ним в котел забросили все с божьим словом да как полагается фунт хмелю на пуцолоду ну и тут явился без сатана господи помилуй расскажи какого нечистого видел порчу кто-то навел не иначе как мясной комок да все зыркает на нас но мы бежать так все и оставили часть то сварили так подойти теперь страшно сварили то правильно все по чину все как надо с приговорами да рецептура верная вот к нам ходили сначала девки невестины потушить пытались потом мужик какой-то под вечер а к ночь то явился невест порченная так вот и тут враг явился чё за мужик то а не знаю не разглядел постоял вдалеке ушел потом вот он и навел у реки пиво то ладили а у нее а ты чё пойти собралась да на ночь глядя задавит а ничего я с божьим словом глядишь и отступится лукавый ну бог в помощь восток от последний избыди не ошибешься ну тогда пойдем принципе все посетили все выполнили пиво варят варку реки пиво варят большом котле на берегу реки вау потрясающий пейзаж вон и котелок ну шо будем искать на месте варки тихо слишком тихо вы тревожно осматриваетесь здесь точно замешана нечисть ну ничего как замешана так и будет размешана сух а сейчас мне лежит сухая трава ее можно использовать для разведения огня вы набираете немного сухой травы в этом котле до сих пор уйма недоваренного пива вы чувствуете злую силу таящуюся под черной поверхностью ну ка здесь разжигают костер для варки пива вы кладете сухую траву под котелок теперь разжечь костер будет легче ну ка тут сусло варили есть еще немного на дне эх сладкое то какое это бочки с готовым пивом думаю если удастся прогнать нечисть тогда и пивовары смогут работу забрать я это сама бочки не донесу ну конечно здесь лежат дрова которые заготовили крестьяне пивовары вы набираете немного дров ну давай теперь закинем их здесь разжигают костер для варки пива вы подбрасываете дров теперь костер можно разжечь вы разжигаете костер и делаете шаг назад о бурлит бурлит давай 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 бурлит 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 как там дядюшки ау они бросили меня тебя в котел оказывается какая-то нечисть но вскоре она вновь скрывается под маслянистой пивной пеной огонь гаснет от выплеснувшегося пива быть может костер побольше вытравит беса но ничего страшного здесь лежат дрова которые заготовили вы берете охапку дров чуть побольше говорится они бросили меня тебя в котел чтобы ты там кипел и бурл и там дядюшка а уговорил здесь разжигают костер для варки пива вы подбрасываете еще дров теперь костер загорит пуще прежнего вы разжигаете костер и делайте шаг назад вот пошла жара пошла родимая иначе прях порчу навела какая гадость ну ты страшный ну короче его тупо надо атаковать чтобы он сдох наверное какая интересная штучка давай хп себе постановил ах ты дрянь такая так 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 нужно то что во и на урон ему что-нибудь надо скинуть сейчас ну порчи будем его атаковать о поглотил атаку отлично пойдется раскошеливаться на эти все травки муравки давай а порчу увеличивать но засранец так грыжа руда значит порчу так у него сглаз ну и чё урон может ему нанести так порчу навел поганец значит надо вот это использовать ну я же снял порчу себя почему это не работает типа я снял себя порчу почему теперь то она не работает так 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 да блин достал уже своей порчей невозможно играть реально анрил вообще порчу увеличивает так блин горела ладно сейчас мы тогда так сейчас мы тут может получится порт что убрать или чешо чешо вообще так карта на атаку так бляха-муха я же порчу тут убрал это будет сложно будет потный но мы его одолеем пивной парк поганец слышь а вот этот не надо мне порчу брать надо бери порчу бля слышу бери порчу пожалуйста устанавливает так раз так еще бы ему не убрать баляха муха не знаю короче ладно тут надо убрать почему у меня не убирается этот статус вредный я хер его пойми это карта высоко неплохая вам пилиться типа пупырь порчу увеличит до порчу нанесет поганец а и 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 помрет нет почему почему 60 слышь как мне уничтожить эту дрянь так вторую такую атаку я не переживу болен еще делать что делать спасите мне нужен негативный статус этот снять я никак не могу снять это прям прям жопа раз для хумии не хватит хп ладно 20 по а визлете раз-два я тоже сделаю так пусть его тоже кровь с меня пьет так с него есть его на броню разорвать броню разорвать так так значится нам тут надо снять вот эту получать тварина сразу тебе порчу накидают твари на чтобы ты когда урон мне наносился ты подыхал и ты просто сдохнешь вот так все на атаку заточили в принципе ах ты поганец ладно надо порчу снять так 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 на так порчу снимаем погоди надо сначала с него вот это броню сорвать иначе все это не имеет смысла вся карты просто профу каются пошел в жопу да 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 увеличивает сглаз порча падает на землю отвратительным комком зловонной шерсти этот бес явно был создан колдуном но кто может желать вреда николай вы отправляете пивоваров за уцелевшими бочками нетронутыми порчей а сами возвращаетесь в избу ну на этом все наши семечек на серия подходит концу потом то я позвала мужиков спакчи когда беза прогнала они забрали бочки с готовым котлета пропало все эх сколько пива доброго попортилась и не говори видать колдун какой-то замешан похоже на то повезло им что ты смах и будешь ты тоже поглядывай у николая то чё там мало ли погляжу много колдунов то любит свадьбу портить сама понимаешь да а поезжание без защиты если свадьбу испортить можно всю жизнь молодым сломать ну дорогие друзья сейчас я с вами при вас тут сохранюсь вот что ж поделать дорогие друзья на связи был dragon soul play мы зачистили и уничтожили наконец-то странную порчу а теперь а теперь все ссылки в описании под видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии на связи был dragon soul play всем пока